Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Надежды Саханская. В сентябре нам предстоят выборы в Государственное собрание Республики, Якутскую городскую думу, в главы и депутаты органов местного самоуправления. В списке партий, неизменно принимающих участие в очередных выборах, включена партия «Справедливая Россия». О партийной деятельности регионального отделения партии расскажет гость в нашей студии Михаил Филиппов, руководитель Центра защиты прав граждан партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Михаил Викторович, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, чем же занимается ваш Центр прав граждан партии «Справедливая Россия», руководителем которого вы являетесь? Центр защиты прав граждан – это федеральный проект, он был создан в 2016 году. И я его как раз создавал, и он предназначался для того, чтобы решать нарушенные права граждан в сфере ЖКХ, в сфере невыплаты зарплаты и так далее, и так далее. Было очень много обращений, Центр отработал довольно хорошо, но потом работа его чуть-чуть затухла. И вот в этом году мы восстановили работу Центра защиты прав граждан. И хочу вам сказать, что за это время, конечно, произошли изменения, изменения в лучшую сторону. Надо сказать, что очень много проблем, с которыми раньше сталкивались жители, сегодня решены. Это здорово на самом деле. Но тем не менее проблем меньше, к сожалению, не стало. Вот если посмотреть, что сегодня волнует людей, кроме ЖКХ и так далее, это, конечно, вопросы, связанные с защитой прав граждан в области пенсионного обеспечения. Очень много вопросов идет по мошенничеству банковскому. Ну и, конечно, СВО. То есть очень много участников СВО, членов их семьи обращаются к нам для того, чтобы мы защитили их права. Ну, Центр защиты прав граждан, вот я вам показываю его координаты. Он работает бесплатно для жителей. Любой житель республики может обратиться к нам как непосредственно в приемную, по адресу либо в городе Якутске, либо в городе Нерингре, и по телефону. Также можно оставлять свои заявки по горячей линии и отсылать на сайт нашего фонда защиты прав граждан. Но вы к нам также пришли не с пустыми руками. Я вижу, у вас есть буклеты, которые связаны с деятельностью регионального отделения партии. Да, вы абсолютно правы. Дело в том, что вопросы, которые задают люди, они по всей стране примерно одинаковые. И поэтому юристы, которые у нас сидят в федеральном центре, они разработали вот такие кейсы. Когда человек к нам приходит в приемную, мы выдаем ему такую книжку, помогаем составить заявление или жалобу. И вот в этой книге, как правило, пошагово описано, что ему надо сделать для того, чтобы самому защитить свои права. Ну, вы видите, да, вот пенсионные вопросы, все, что связано с домом, это вот только один пример. На самом деле, таких кейсов у нас очень много. Вот это, к сожалению, появился у нас вопрос, связанный с защитой прав участников СВО, членов их семей. Ну и вот я принес специально такую книжку, она, казалось бы, какое к нам имеет значение. Но, тем не менее, тоже есть вопросы, связанные с медицинским обеспечением, с полисами ОМС и так далее. Михаил Викторович, ну вот такой вопрос. Некоторые иногда не видят разницы между политическими фракциями. Скажите, чем все-таки социалистическая партия отличается от коммунистической? Ну, вы сами ответили на свой вопрос. Коммунистическая партия хочет построить коммунизм, мы, как социалистическая партия, хотим построить социализм. Ну, если подойти к вопросу серьезнее, то, конечно, понятно на сегодняшний день, что наша цель – это построение социального государства. И поэтому, конечно, наша партия, она более актуальна в этом вопросе, я считаю. Но и посмотрим, может, социализм построить, построение коммунизма – это это дело. Скажите, а по каким критериям вы подбираете кандидатов на выборы, ну, например, в Ултумен? Ну, основной критерий – это личное качество человека. Дело в том, что, к счастью или к сожалению, то, что ты становишься депутатом от партии «Справедливая Россия», не дает тебе каких-то привилегий, преимуществ для карьерного роста, для занятия какой-то должности. Поэтому люди в основном к нам идут по зову сердца. Человек, который неравнодушен, который хочет реально какие-то дела сделать, помочь и так далее, при этом не получая взамен практически ничего. Вот это наши кандидаты и люди, которые верят в идею и приходят работать за идею. Ну, получается, они разделяют законотворческую инициативу вашей партии? Да, они, во-первых, они нашу программу разделяют, как я уже сказал, это построение социализма, социал-демократического государства. И в то же время они работают, ну, в том направлении, в котором работает федеральная партия. Вы правильно сказали, мы одна из пяти партий сегодня, которые представлены в парламенте. Давайте поговорим, наверное, о насущном. Скорее всего, к вам приходят граждане с какими-то своими вопросами и проблемами. Как проходит прием граждан и с чем чаще всего они обращаются? Ну, как я уже в самом начале сказал, довольно много людей приходят. Очень много людей звонят. Но в приемную, конечно, приходит больше людей. Ну, сегодня вопросы связаны в первую очередь. Ну, вы видите, такая у нас очень затяжная весна была. И поэтому вопрос уборки, откачки и так далее не стали актуальными. И люди с ними приходят. Ну, мы как помогаем? Мы пишем от их имени заявление на адрес управляющей компании. Либо, если уж совсем запущенный случай, в прокуратуру пишем. И люди, так сказать, пытаются решить. И зачастую решают свои проблемы. Потому что вы знаете, что своевременная сигнализация, своевременный, так сказать, показ общественности таких тонких или, допустим, проблемных мест, помогает быстро среагировать, в том числе и нашим службам. Поэтому люди, приходящие к нам, они в основном идут со своими насущными, с житейскими проблемами. И очень небольшое количество людей, оно идет с проблемами, связанными с глобальными вещами, там, допустим, с часом планеты, Земля, с защитой прав животных и так далее. Ну, это тоже бывает. Ну, вот есть одна наболевшая насущная тема, вопрос с бродячими собаками. Как ваша партия видит решение этой проблемы? Вы знаете, это действительно проблема. Я вам хотел бы сказать, знаете, что вот мы своих детей воспитываем, да, им показываем фильмы, там, про животных и так далее. И очень часто вот эти собаки, они нами очеловечиваются, как бы у них душа есть, они с нами разговаривают и так далее. И так целое поколение выросли. Конечно, этим детям, которых мы сами воспитали, взять и убить животное, это, ну, что-то из ряда вон. Поэтому вот сейчас идет такая стратегия, что, конечно, животных нельзя умешлять. Надо их, так сказать, где-то собирать, кормить, там, тратить на них деньги. И это нормально, то есть это запрос общества. Но в то же время вот наша партия, допустим, зачастую, не зачастую, а очень сильно критикует закон Бурматова, так называемый, да, мы вносим туда поправки, вот сейчас как раз эта работа идет. Связано это с тем, что в Москве зачастую не видят различий в регионах и считают, что то, что в Москве, а в Москве, ну, откуда там крупные собаки берутся? Там, в основном, маленькие собаки, которые не нападают на людей, не разрывают их на части и так далее. И поэтому у них один подход. В регионах, особенно в северных, в дальних и так далее, там другой подход. Это надо учитывать. То есть при законотворчестве никак нельзя делать так, чтобы мы принимали закон, который действует в пределах Садового кольца. Мы должны делать так, чтобы он действовал и учитывал особенности во многих регионах нашей большой страны. Вот такой наш подход. Ну и тогда еще один вопрос о том, как вы видите возможное решение или поделитесь своим отношением к тому, что будет возведена атомная станция малой мощности на территорию Устьянского улуса нашей республики? Ну, вопрос для меня не чужой. Дело в том, что я по образованию инженер-ядерщик. Я занимался как раз вот малыми атомными станциями в самом начале своей деятельности. Ну, в целом, надо сказать, что, конечно, направление движения правильно. Дело в том, что, ну, возьмите ту же Европу, которая борется за зеленый мир, там, за то, чтобы не было выбросов и так далее. Так они вот атомную энергетику объявили зеленой. То есть она нужна для того, чтобы осуществить вот этот энергетический переход. И надо сказать, что наша страна, Росатом, в этом вопросе, он лидер, мировой лидер. Поэтому строительство самой станции, это вопрос хороший, полезный. Дело в том, что станция-то отработана, это обычный водоводяной реактор низкого давления, который очень много часов отработал на судовых установках. И поэтому я думаю, что проблем с работой на земле не будет. Но там есть, конечно, ряд нюансов, которые, к сожалению, не учитываются. Дело в том, что основная проблема ядерных реакторов – это вывод их эксплуатации. Потому что после работы образуется большое количество радиоактивных отходов, отработанного ядерного топлива и так далее. И для того, чтобы это сделать, нужны средства, довольно большие средства. И они накапливаются, как правило, из тарифа. А вот нам объявили, что эта станция, она будет обеспечивать электроэнергией Кучуцкое месторождение золота. Но дело в том, что это месторождение, даже при такой спокойной работе, за 15-20 лет будет выработано. А станция, ее ресурс 60 лет, заявленный, по крайней мере, Росатом. Что остальные 40 лет, кому будет продавать электричество этой станции? А если не будет продавать, откуда будут накуплены деньги для того, чтобы потом ликвидировать эту станцию? Вот это вопрос. И второй вопрос. Вот, к сожалению, у нас в республике практически не осталось кадров, которые профессионально на одном уровне с Росатом могли бы представлять интересы республиканских властей и так далее. Поэтому вот эти вопросы, к сожалению, на мой взгляд, не раскрываются для общественности республики. Общественная республика не знает ответов. И это приводит к тому, что возникает опасение. Вот этот вопрос надо решать. Конечно, действительно, многие боятся того, что может произойти с атомной станцией в будущем. Какая-то непредвиденная ситуация. Давайте вернемся с вами к законотворческой деятельности вашей партии, потому что известно, что и отношение к партии имеет Федот Тумусов, который представляет интересы региональные в столице нашей страны. Да, я даже больше скажу. Дело в том, что наша партия имеет свои представительства как на муниципальном уровне, на уровне республики, так и на уровне Государственной Думы Российской Федерации. Это так называемый вертикаль. Это и хорошо, потому что на самом деле знать, чем живет народ на земле, так сказать, это очень полезно. И вот наши депутаты, которые работают в УЛУСах, в районах, в поселках, они обеспечивают вот эту связь, которая уходит наверх, и которую вот Федот Семенович Тумусов, он отрабатывает на уровне Государственной Думы. Вот готовясь к этой передаче, мне партийные работники подготовили целый список законопроектов, в которых участвовал Федот Семенович Тумусов, ну, как и, так сказать, инициатор, и поддерживал, и так далее, голосовал. Но я все перечислять не буду, тут довольно много. Ну, давайте хотя бы основные, ну, давайте вот, что касается молодежи, да. Конкретно Тумусов и Онин внесли законопроект о том, чтобы Роскомнадзор снял блокировку с мессенджера и телеграм. Это было сделано. Или, допустим, вот, признание отрасли СМИ как пострадавшей от пандемии. Вот к вам вопрос, вы почувствовали, что вас признали пострадавшими от пандемии? Отчасти было такое дело, потому что приходилось работать в совершенно непривычных для себя условиях. Да, да, да. То есть это реальные вещи, которые, ну, происходят с нами здесь. Ну, или, допустим, вот такой законопроект, как ограничение золотых парашютов для топ-менеджеров госкомпании. То есть, ну, давно народ об этом просит. Дело в том, что, ну, это ни в какие ворота не лезет, это несправедливо. Но когда человек, там, какая бы у него голова ни была, да, но у него две ноги, две руки, и он получает, там, в сотни, а то и в тысячи раз больше обычного человека. И даже уходя с работы, ему еще вдогонку дают этот золотой парашют. Где здесь справедливость? А многих просто с работы увольняют. Без никаких парашютов. Поэтому работа, которую ведет Федот Семенович Тумусов, она очень важна для нас. Она направлена на защиту, опять же, прав и интересов нашего народа. Мне часто задают вопрос, ну, вот, Михаил, вот скажи честно, почему Тумусов так долго там сидит? Он что? Место у него намазано. Я отвечаю вот таким образом, что вот скажи, как ты думаешь, он платит деньги за то, чтобы он оставался депутатом Госдумы? Да нет, наверное. Я говорю, правильно. Дело в том, что каждый раз за него и за партию мы отдаем голоса. Мы простые избиратели. Поэтому он уже третий, по-моему, срок, да, он является депутатом Госдумы. Значит, он что-то доделает. Просто, может быть, он не так пиарит это, как все остальные. Но люди же голоса отдают. А если отдают голоса, значит, он достоин там сидеть. Вот так отвечаю я. Ну, это простая истина, которая имеет свое подтверждение. Я благодарю вас, Михаил Викторович, за то, что нашли для нас время и стали гостем в нашей студии. Как знать, возможно, после просмотра этого интервью многие сделают для себя необходимые выводы. Спасибо вам. Ну, а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.